В начале заседания судья Чагава зачитал официальный ответ Генеральной прокуратуры на запрос представителя ИСЦА Ланы Цава. В запросе сторона потерпевшего интересовалась, возбуждены ли уголовные дела по июльским событиям 2016 года и штурму здания МВД силами оппозиции. И если да, то кто является подозреваемым и обвиняемым. 7 июля 2016 года Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия по факту массовых беспорядков, имевших место 5 июля 2016 года в городе Сухум перед зданием МВД Республики Абхазия, расположенном по улице Академика Мара 35, возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия. 7 декабря 2017 года расследование по данному уголовному делу приостановлено по пункту 1, ч. 1 ст. 208 Уголовного кодекса Республики Абхазия, в скобках, о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого точки. Заместитель начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, старший советник юстиции Хагба. Адвокат из едычания Ирина Дармава ходатайствовала о приобщении к делу в качестве доказательной базы трех интервью, опубликованных в ЭХ Кавказа. Речь идет об интервью с историком Станиславом Лакоба, бывшим премьер-министром Артуром Микваби, а также секретарем Совета безопасности Мухаммедом Килба. Адвокат Рауля Лолуа Фрида Лазба, которая попросила ее не снимать, назвала ходатайство необоснованным, так как вышеперечисленные общественные и политические деятели не являются участниками судебного процесса. А публикации, где даются оценки судебному процессу до его завершения, назвала прямым давлением на суд. Из едычания, в свою очередь, отметила, что информация, данная Мухаммедом Килба в интервью, имеет непосредственное отношение к судебному процессу. К материалам дела приобщена пресс-конференция Мухаммеда Килба, и я много раз обращала внимание суда, что пресс-конференция Мухаммеда Килба о событиях 5 июля стала основанием для написания статьи, и что в своей статье я пользовалась именно официальной информацией. В данной ситуации Мухаммед Килба продолжает просто эту тему. Он пытается объяснить суду еще раз, что это официальная информация, как секретарь Совета безопасности. Выслушав аргументы, судья Чагава позволил стороне ответчика зачитать отрывки из интервью со Станиславом Лакоба и Артуром Микваби, а также полный текст беседы с Мухаммедом Килба. Не просто почти дословно, а слово в слово она повторила мои слова. Самое главное, что я бы хотел подчеркнуть, что ситуация очень абсурдная. Конечно, я подтверждаю, что это мои слова, и пусть иск подают на меня. Я разберусь и с этим иском, и с этими людьми. Это мои слова, и я от них не отказываюсь. Журналист. Мухаммед Садбеевич, когда вы говорили об отставных министрах, штурмовавших здание МВД, вы лично кого имели в виду? Мухаммед Килба. Конкретные действия каждого из отставных министров я квалифицировать не могу, но их присутствие в группе лиц, которые штурмовали здание МВД, это да. Они присутствовали там, где проходили эти преступные действия. Журналист. Все-таки, кого вы имели в виду, когда говорили об отставных министрах? Я видел там Бея Бессалона, Рауля Лола, Хеция Алтара Михайловича, и еще интереснее Аслана Бжаня. В частности, присутствовал ряд бывших чиновников на крыльце, там мелькали. Вся страна знает, кто там присутствовал. Что это секрет или военная тайна, я не пойму. Прослушав цитаты из интервью, адвокат из ЦАФ Рида Ласба снова выступила против приобщения данных материалов к делу, отметив, что в статье «Изидычания», которая стала предметом судебного разбирательства, нет ссылки на Мухаммеда Килба, как на источник информации. Судья Чагава отклонил ходатайство о приобщении материалов к делу. Ваше хозяйство необоснованное и не может подлежать удовлетворению. И по простой причине. Вне зависимости от уважения, статуса этих людей, которые нисколько не вызывают у себя сомнения. И вне зависимости от того, что там написано, это есть одно интервью и субъективное мнение каждого из этих лиц, кого вы назвали. Сектора Совета Безопасности, бывшего сектора Совета Безопасности и бывшего премьер-министра. Если бы они были бы здесь, я не зря прочитал статью 53, в качестве свидетелей, скажем, и по существу этих событий дали бы показания, вот вы сами, кстати, об этом сказали, это другой вопрос. Это как одно из доказательств, которые можно было бы вам и судом применять во внимание. Но суд не может приобщать делу, интервью людей, которые высказывают одному из журналистов свое мнение относительно судебного процесса. Адвокат Ирина Дармава заявила, что сторона ответчика готова пригласить Мухаммеда Килба в суд для дачи показаний. Изида Чания в очередной раз ходатайствовала о прекращении дела о защите чести и достоинства Рауля Лолуа в связи с необоснованностью претензий и отсутствием предмета иска. После недолгого совещания ходатайство было отклонено, а следующее судебное заседание назначено на 24 августа.